Добрый день, уважаемые участники сегодняшних слушаний. Я представлюсь, меня зовут Александр Полтарак, для тех, кто не знает, кто не приходит по вторникам, просто вижу некоторые лица впервые. Я являюсь заведующим Центральной детской библиотеки, где мы сейчас с вами находимся. И хотел поприветствовать участников сегодняшнего нашего, наших замечательных слушаний, от лица Централизованной библиотечной системы Южного округа и библиотеки нашей. Добро пожаловать, мы всегда вам рады. Надеюсь видеть всех вас по вторникам на тех заседаниях, которые в этих стенах проходят. И хотел еще сказать, Вадим Александрович, может быть потом скажет подробнее, в эту же библиотеку переедет из Царицына замечательный музей космопоиска «Мир Тайм». Я думаю, что в ближайшее время мы его заново откроем. Здесь есть помещение, в котором музей будет находиться. И всегда будем рады вас видеть. Большое спасибо. Больше не буду занимать вашего времени и передаю микрофон докладчику. Большое спасибо. В связи с изменениями, не произошедшими по техническим причинам в нашем репламенте, Владимир Владимирович Ажаршев, мы, наверное, его слышим где-то в районе часу. Беремый фронт-беречка по приезде. Тогда же мы заслушаем его доклад Владимир Александрович Черноброва в Кировецкой деятельности в Космопоиске в 2016 году. Вот. Значит, в связи с этим первый раз получается мой. Значит, мокрый писатель Ивана Ефимова видеть в видеозапись старта «Заёта тёрное пламя». Значит, в 1968 году журнал «Техникум надёжных» опубликовал роман Ивана Ефимова «Час БК». Значит, роман вышел в сокращенном виде несколько, в частности, описание сцены старта «Заёта тёрное пламя» из текста было убрано. Однако, читатели могли видеть замечательные иллюстрации художника Бербединского. Вот так выглядел этот звездолёт в его представлении. Значит, ну это было не единственное, там ещё была вот такая вот иллюстрация. Значит, видно, что на заднем подокабле немножко отличаются, но в принципе так более не похожи. Значит, ну, потом прошли годы, вышел роман уже в печати, и там была вот такая вот сцена. Значит, зелёный купол огромного корабля-другом проскочил на десяток метров и замер на несколько секунд. Внезапно этот звездолёт совершил второй вертикальный прыжок для неба и сразу исчезнет. Ну, вообще, это очень странное описание для взлёта с земли тяжёлого корабля, тем более, в принципе, более, ну, так получается, что он там ракетного типа. Вот, но долгие годы меня это никак не трогало по одной предельно простой причине. К сожалению, я быстро убедился, что в области ракетной косметики он, по-моему, человек не специалист. Ну, вот, потом прошли годы ещё, появились различные информации по разным вопросам, которых раньше не было, и вот буквально уже в этом году, в очередной раз причитывая роман по совсем другим причинам, я вдруг понял, что я это видел. Я видел эту сцену. Ну, сейчас её увидите и выслушаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит, ну, во всяком случае, ничего более похожего в истории земной вообще летающей техники не было. То есть, что это такое? Это испытания, значит, летающих моделей в рамках программы создания в США атомно-импульсного космического корабля «Орион». Эти испытания проводились осенью 1959 года. Значит, коротко о том, что такое проект «Орион». Значит, в нашей стране, в принципе, о нём было известно, но было известно вот такое вот изображение. Значит, что это такое? Это вот такая плита. За ней происходит взрыв малой ядерной бомбы. Значит, проводки взрыва были по этой плите. Она вот так вот движется. И, соответственно, толкает ковы вперёд. Но то, что было известно в нашей стране, это разработки уже НАСА. После того, как именно открывают проект, передали в 60-летом году примерно. Но программа эта началась ещё в 58-м. И даже в 55-м, по некоторым данным. Значит, ну, те, кто присутствовал на нашем пиломайском слёте, могли видеть документальный фильм «DBC», посвящённый этой программе. Называется он «На Марс атомные бомбы». Он на своём интернете хорошо переведён. Но, правда, надо учитывать, что это взгляд одного... сына одного из индукровителей этой разработки на всю тему. Вот. Значит, вот эти изображения были рассекречены уже в 21-м веке. Значит, вот так вылетел корабль, так сказать, в начале своего проектирования. Вот. Тоже такой вот рассекреченный чертёж. Значит, ну, очевидно, да. Купол, значит, это магазин с ядерными зарядами, которые выбрасываются под эту платформу. Значит, это вот тоже рассекреченные чертежи подлинные. Это вот схема одной из исследовающих моделей, которые были показаны. Естественно, использовала обычную чертёжку. Это схема её подрыва. Вот так она летала. Это ещё одна модель, которая ставится к старту. Это ещё одна модель. Вот, естественно, охранится в одном из американских космических музеев. Это вот устройство ядерного заряда. Значит, уникальность здесь то, что обеспечивается его направленное действие. То есть, в принципе, конструкция сделана так, что большая тщательная гидзли войдёт вот в эту сторону, вверх. То есть имеется специальная фокусировка этого самого, так сказать, рабочего тела, который, естественно, бьёт по этой пластике защиты. И вот это уже современная конструкция, значит, того, как это могло быть. Вот это вот НАСА-вские проекты. А это вот первоначально, предполагавшее старт с Земли. НАСА уже предполагало это вывозить, значит, ракетой на какую-то высоту, а превращает, пожалуйста, старт с Земли на ядерных взрывах. Значит, в 1963 году был подписан московский договор о запрете ядерных испытаний в трёх средах, после чего этот проект стал просто незаконным. Однако работы в США продолжались до 1965-1966 года, ну, теоретические. На этом, собственно, тогда всё кончилось. Значит, принципиально важно то, что вот вышепоказанная видеозапись была засекречена в США до 1999 года. Как известно, Ефремов Кумбер в 72-м роман писался где-то примерно в 63-м, 67-м. То есть, вроде бы увидеть он эту видеозапись никак не мог. Или мог. Давайте попробуем рассмотреть все эти варианты. Значит, ну, первое и самое простое, что он эту видеозапись не видел. Вот так случайно совпало, что вот он придумал. Значит, если помните, год назад на наших чтениях выступал автор книги, Ефремов Кумбер, который вышел в серии Эрзейл. Так вот, он считает, что форма бездолёта обустроена тем, что это некая аллегория с чашей. Ну, там, долгая мысль, а не почему она с чашей, это не так важно. Но, в принципе, как бы принимается такая версия, действительно, на 3-й чашу это похоже. Но вот внятного объяснения, почему такой странный описан режим взлёта, в общем-то, нет. Значит, до сих пор все абсолютно разработчики ракетной техники пытались сделать старт максимально плавным. Старт импульсный, да, он применяется. Но, кстати, разработка ушлась тоже уже в последнюю зону жизни с него, и он этого знать не мог. Но применяется для боевых ракет. Там, по этой причине. А ни в коем случае не для этого любых кораблей. Опять же, уважаемый автор книги Ефремова полагает, что такой стран нам возле Ефремова для того, чтобы показать необычность корабля. И его непривычность. Ну, может быть, ну, слишком уж похоже. В принципе, такие примеры, когда люди случайно, более или менее, угадывали очень тонкие технические детали, в истории известны. Значит, ну, я не буду обращаться к классическим примерам Олега Ефремовича Антонова, которому пояснилось ростовые опережения 22, или Евгений Иванович Неделеев, которому пояснилось его тавриться, потому что они долго и упорно думали на эту тему. Вряд ли особенности старта создают для Ефремова единственные существенные значения. Да, есть прецеденты, когда люди, что называется, видят во сне, ну, как так и видят события, о которых, в принципе, знать не могут и которые происходят где-то очень далеко. Классический пример был, опять же, описан в технике молодежи в свое время, когда некоему американскому журналисту приснился взрыв крокоталок именно в момент самого взрыва, но где-то за 2-3 дня до того как первые сообщения реально дошли до США. Вот. Возможно, так оно и было в данном случае, но, как бы, это такой вариант самый неинтересный. Давайте теперь попробуем рассмотреть, что означает предположение, что Ефремов мог видеть эту видеозапись. Я практически уверен, что, несмотря на секретность этой программы, эта киносъемка оказалась в нашей стране никак не позднее 1962 года. Но дело в том, что она, естественно, оказалась нелегальным путем по каналам той или иной нашей разведки, либо военной, либо КГБ. Мог ли Ефремов увидеть эту видеозапись, добытую нашей разведки? Для того, чтобы человек, любой человек, получил возможность ознакомиться с данными, добытыми нейроникальной разведки, необходимо выполнение двух условий. Во-первых, этот человек должен иметь реализующий допуск, причем очень немаленький. Никаких данных о том, что Ефремов имел какой-то вообще допуск, у него биографии нет. Или о нем чего-то все очители не знают. И второе, даже имея такой допуск, люди, ответственные за эту информацию, должны быть убеждены и подписать это в том, что данный человек нужен для адекватного, глубокого, правильного понимания этой информации. Как мог биолог, геолог, ну хорошо, футуролог, сексолог, философ Ефремов помочь понять особенности устройства атомного ракетного корабля на стыке атомной техники и ракетной техники? Это как-то не очень понятно. Или, опять же, мы чего-то очень сильно о нем не знаем. Значит, второй вариант, вот эти уже варианты. План-Антон Ефремов мог видеть что-то подобное, но не американское, а отечественное. Дело в том, что, как стало известно уже тоже в 21 веке, в Советском Союзе мимо этой темы тоже не прошли. Значит, вот этот эскиз имеется в Интернете, он приписывается не много, не мало, на какие-нибудь сахарки. Значит, мы увидим, что это принципиальная схема, тоже, значит, диалерный взрыв, экран, дельфер, ну и сам крат. Значит, опять же, современная конструкция вот имеется такая. Это наша разработка, комплекс ПК 5000, 5000 тонн – это статовый вес, он предполагался для СССР. Кто конкретно вел его проектную проработку в 62-м и 63-м годах неизвестно. Но судя по тому, что вот есть эскиз Сахарова, есть реконструкция, есть упоминания об этом, воспоминания бывшего министра, например, Михайлова и некоторых других, работы эти велись. Вполне возможно, что были и соответствующие летные эксперименты, а их необязательно было проводить на атомном полигоне, их можно было гораздо ближе проводить, например, Фаустова. Значит, и тогда Ефремова и кому-то еще, возможно, могли привлечь к тому, чтобы обеспечить какое-то пропагандистское обеспечение этой награды. Но потом, видимо, что-то не сложилось. А вот информация такая у него осталась. Ну, возникает вопрос, а какое могло быть пропагандистское обеспечение, для чего мог потребоваться писатель Фантазм? И вот здесь, значит, ну, если то, что было сказано до этого, опирается либо на факты, опубликованные и известные, либо на просто знание того, как устроена наша система ОССР. Но теперь мы должны окунуться в некую область, в которой с фактами и подтверждениями туговато, хотя они есть, но очень космические. Значит, маленькое вступление. В нашем массовом сознании существует такой миф, что вот есть некие, значит, творцы, ученые, артисты, художники и так далее. И есть некая, значит, политическая космическая власть, которая не мешает и имеет такое противостояние, как по вертикали. Так, конечно, бывает, но крайне редко. На самом деле гораздо чаще бывает иначе. Имеются некие тонкие, не всегда оформленные вертикальные структуры, объединяющие как творцов разного уровня, так и вид венесуарственной власти, тоже на разных формах, включая и деятельских служб. Причем такие связки существуют во всем мире, они были всегда и, наверное, еще были. И самое интересное, что подобные связки могут взаимодействовать, невзирая на границы и какие-либо глобальные расстояния. Наглядный пример, достаточно известный, это пробовательное единение атомщиков США и СССР в вопросе противостояния защиты. Значит, дошло дело до того, что в наш ядерный центр на Урале был приглашен для выступления воинствующий русофоб, отчаянный, Эдвард Теллер. И его слушали внимательно, но его подвергали. Значит, ну вот, был такой. Теперь вернемся к нашему кораблю. Как уже сказал, в 63-м году в Москве был написан договор, который такие проекты сделал незаконными. Он их не совсем запретил, потому что существует обход, значит, существует такая технология, так называемая инерционного удержания тормейной реакции. Когда при помощи лазеров или СВЧ-ручей осуществляется подрыв вот такой тормейной мишели, при этом нет ядерного взрыва, нет значок грандионов и, в общем, почти нет негативных отходов. Другое дело, что в атмосфере ЭТО сделать все невозможно, поэтому такие дают эти рекомендации для дальнего возраста. Ну, договор 63-го года, конечно, проект «Орион» и «Нашный» хранил. Известно, что американская страна в ходе переговоров предлагала двигательные, вернее, зарегулировать странность «Орион» из-под действия договора вывести. Известно также, что наши по вполне очевидным военным причинам от этого отказались. Но это означает, что проект «Орион», какие бы яркие, энтузиасты не стояли в его основе, пользовался определенной поддержкой в очень высоких словах американского руководства, как военного, так и политического. И, естественно, инициаторы ЭТО были заинтересованы на его продолжение, но это очевидно. Очевидно, что то же самое было и у нас в стране. Мы не знаем пока, кто конкретно ввел эти проектные работы, но очевидно, что они не могли вестись без принятия совершающего лишения на самых верхах. Дополненность АКПФС по крайней мере. Значит, тоже были люди заинтересованы в продолжении этих работ. Вполне, допустимо, предположить, что они как-то могли общаться с американскими собратьями по интересам, и могли попытаться организовать какую-нибудь пропагандистскую, естественно, больше никак, компанию в поддержку вывода двигательных, так сказать, взрывов из-под действия договора. Для этого им, конечно, было благоприятно привлечь к делу, ну, серьезных, именно писателей и фантастиков, и у них был следов. А то, что Ефремов в это время был безусловным ответственным духом, очевидно, для всех. Это было тем более интересно, что одной из явных, обязательных сторон такого проекта является его радиоактивные отходы, которые, например, будут привозовываться. А Ефремов в романе «Полном с Андромедой» очень ярко и очень эффектно описал и конкретно даже назвал одной из причин возможных катастроф цивилизации «Неразумное использование примитивных способов изучения альтернативы». Если бы человека, который такое заявил, удалось привлечь на сторону проекта, который критикуется именно за реоактивным заражением, то понятно, что это был, конечно, большой, большинский выбор. Видимо, что-то здесь не сложилось. Либо этот клан, отстаивающий взрыволеты и поражение, то, может быть, Ефремов отказался его переубедить. В общем, только то, что произошло. Видимо, Иван Антонович имел основание не обрешивать такой свой контакт, если он был... Но в процессе убеждения его, видимо, какие-то материалы, в том числе и вот этой кинофранции, ему были показаны. Можно предположить, что он это, что называется, запомнил. А то, что вот проект «Ореон» превосходит все до сих пор существующие проекты, галактируемые в космических корабли, в той же степени, в какой, к сожалению, улучшать темный альтернатив превосходил взрывы первого класса анализованные альтернативные альтернативы, это, к сожалению, тоже так видно. Но, повторяю, это гиполизы, которые нуждаются еще в длительных и серьезных экономических изысканиях. Спасибо вам за внимание. Вопросы? А можно вот, а по поводу анамизона? Виктория же тоже есть ядерная энергия была, насколько я понял. Он тоже мог сам догадаться до этого или тоже какая-то информация была? Значит, что такое анамизон? Напомню. Это вещество, у которого разрушены мизонные связи, и которое поэтому обеспечивает скорость истечения выше световой. Ничего близко похожего современная наука не знает. И так далее. Ну, нет дарники в гиполизе о том, как можно получить скорость истечения рабочего тела из двигателя выше скорости светов. И, кстати говоря, совершенно не очень понятно, как он собирался эти светлеты тоже сажать на планеты земной группы, просто в силу того, что даже субститровые частицы при движении в среде создают излучение аэрофиленкхо, которые тоже, в общем, не полезны для окружающего мира. Вот. Вот. К сожалению, ничего сказать по поводу происхожденного мизона пока никто не смог. Спасибо. Может, куда? А, Сергей Иванович, вы не рассматривали версию по поводу Ивана Ефремова о том, что он владел внутренним зрением, которое открыло числа Броникова. И Броников, кстати, и приводит в пример Ефремова на основании его произведения «Таисофинская». Он говорит, что там настолько подробно описано всё, что взять это, ну, в частности, посвящением неофиты, допустим, в Древнем Египте, что взять этой информацией просто неоткуда. А человек, который владеет внутренним зрением, он может вызвать информацию не только из настоящего, но и из прошлого, и из будущего. Вы знаете, я недостаточно хорошо знаком с работами Дровникова, чтобы судить о них как-то более-менее определённо, но в данном конкретном случае он ошибается. Дело в том, что прекрасно известны первоисточники материалов, которые использовал Ефремов при работе над «Таисофинской». Там всё это есть. Более того, его за это, в общем, обоснованно поругивали. Он действительно взял вполне известные, достоверные научные источники и литературную обработку. Ну, как, собственно, наверное, писатель Советического плана и должен взял. В Таисофинской нет того, для чего необходимо было внутреннее зрение. Но, в принципе, эта гипотеза допустима. Собственно, с неё я и начал. Проблема в том, что она не интересна. Я объясню, почему. Если Ефремов и обладал таким зрением, ну, это возможно. Он никому об этом не рассказал. Он никому, он никого этому не научил. И сыну его это не передалось. Поэтому это вот факт уникум вот такой его биографии. Ну, вот уникум и уникум, ну и хорошо. И нам, и нам, что с этим делать. Это уникальное название конкретного биологического организма. Вот Ивана Анатольевича Ефремова. В мире проходит. Ну, для дальнейшего... В общем, остальные версии имеют наёк какие-то направления научных изысканий, историка научных в частности. А это вот, ну, может быть. Но, к сожалению, это даже проверить нельзя. К сожалению, это даже нельзя проверить. А допустить это можно? Допустить можно. Собственно, я с этого начал. Но, второе еще раз, это кажется поверьте. Если ты рассмотрел какой-нибудь каркадин, хоть и гипнотический, это теория. Сергей, скажите, пожалуйста, а какова предполагалась по проекту Орион мощность этих зарядок? Значит, ну, предполагаемых типов размеров было несколько, вплоть до, по-моему, 80 тысяч тонн стартовой массы. Соответственно, мощные заряды вплоть до килотон. И сколько их предполагалось? Для взлёта с Земли, ну, просто в космос, экономическое пространство и для выхода, видимо, на вторую скорость, ну, порядка трёхсот штук. То есть, а какова предполагалась при этом полезная нагрузка в кораблях? Ну, от 60 процентов стартовой массы. Еще раз? От 60 процентов стартовой массы. А в тоннах? Ну, если, грубо говоря, 5 тысяч тонн стартовая масса, 30 тонн полезная нагрузка. Еще очень прогнозируемый вопрос. Раз докладчик затронул тему возможной причастности, там, тем или иным образом писателя к секретному американскому проекту, то я прогнозирую вопрос заранее от слушателей. А не связано ли с этим обыск на квартире писателя сразу? Вполне может быть. Вполне может быть. Только я хочу подчеркнуть, что речь идет не просто о контакте с разработчиками американского секретного проекта, но о контакте санкционированным нашими спецслужбами и проводимым в интересах, ну, какой-то их части. Возможно, против другой их части. Поэтому получается, что в данном случае этот обыск, если он был связан с таким контрактом, связан не с противодействием конкретно американским предметам, а с межплановыми разбуками внутри наших спецслужб. Это вполне может быть, кстати, это на самом деле наиболее вменяемое объяснение вообще этого события. На фоне того всего, что опубликовано на эту тему, это единственное какое-то событие, имеющее какое-то объяснение происшествия. Можно больше. Дело в том, что Земля имеет кристаллическую рисунку, которая записывает все события, которые происходят на планете. Если человек имеет возможность какую-то считать информацию с этой кристаллической рисунки, он может иметь представление о самом событии. Для этого не обязательно иметь информацию, как говорится, какие-то письменные источники или фотодокументы. Для этого достаточно выйти на частоту вибрации кристаллической рисунки и считать эту информацию. Эта рисунка существует в Земле. Мы возвращаемся опять к первой версии, что он эту видеозапись не видел, но каким-то образом эти испытания увидел. Методом Бронникова, считыванием с кристаллической решетки, обращением к новосфере, тесновидением. Это, к сожалению, в данном случае, в силу того, что сам этот человек, к сожалению, скончался 44 года назад, проверить нельзя. Поэтому, просто, ну, как бы это закрывающее, не будет. Все. Или не совсем. Будем искраивающим, будем искраивающим такой уникум тогда. Вы знаете, Таре, недавно... Скажите, пожалуйста, вы часто бываете в полевых условиях. Вы сами не видели такое, не наблюдали? Потому что, ну, сам к себе вопрос, может быть, все-таки из жизни это? Нет. Более того, ни в одном известном мне описании НЛО, нет ничего близко похожего на такое движение. Может быть, вот, Владимир Александрович... А современные фильмы об этом же говорят? Ну, художественные есть. В последних лет такое используют все американцы? Значит, во-первых, даже в художественных фильмах вот такого режима полета нет. Во-вторых, ну, ссылаться на художественные фильмы нужно крайне осторожно, потому что там разные причины заставляют по-разному ремонтировать более, так или иначе, известные авторам речи. Сергей, а до какой скорости вы вообще хотели загнать и целью куда долететь хотели? Значит, сами инициаторы хотели не позднее 70-го года выходить на Марсе и не позднее 75-го достиг системы Сатурна. Значит, в принципе, такие корабли позволяют реально освоить Солнечную систему. Не исследовать, а именно освоить. Поэтому, видите, регулярные сообщения практически со всеми, наверное, по всей Италии. Значит, скорость предполагалась даже до 0,1С. Вот уже более поздний НАСО-вский проект без старта с Земли, а со скоркой на орбите предполагал полет до Марса и обратно за 150 суток. Тогда как домпроекты даже на ядерных ракетных двигателях или там на электрических, они предполагают это в полете в сумме, где-то в поле полтора. В 80-х годах Фоменко, Юрий Фоменко, он рассматривал вопросы влияния гравитации и факторов времени на космический полет. И время и гравитация не разная, она зависит от массы. Вы, наверное, имеете в виду Фомина. Вы, наверное, Фомина имеете в виду. Вы знаете, ну, я знаю его работы в данном направлении, и я знаю, что в данном направлении они не стоят той бумаги, которая в чем. Потому что соответствующие работы делись и с Неймашем, например, и Александром Бауровым, известным, возможно, кому-то, значит, здесь тоже разработчиками на миниакетных двигателей. Значит, там все и сложнее, и проще. Проблемы определенные есть, но они связаны не с гравитацией, а с полем, например, с необходимостью обеспечения привычного геомагнитного поля в полете. Это вполне реализуемо. Гравитация и проблемы. Они придуманы фоминацией. А фактор времени лечит? Ну, лично, значит, нету этого фактора. В том виде, как его направлась на миг, он не существует. А каким образом вообще так полагалось, что космонавты выживут при таких привычках? Вот, это амортизаторы. Значит, испытания проводились, значит, амортизаторы, вот эти вот с ними долго мучились, там, это двухкаскадная, там, схема. Значит, сейчас. Вот, значит, здесь первая ступень, это пневматические, значит, надувные баллоны. Вторая ступень, это вот такие вот, значит, шелископические амортизаторы, там тоже пневмогидаллические. В общем, перегрузка на экипаж получалась где-то район четырех-четырех-четырех. Терпимо вполне. Терпимо вполне четырех-четырех. Конечно. Защита, естественно, радиационная тоже делалась. Собственно, изначально, собственно, поэтому вот такие замечательные веса большие. Но защита как раз обеспечивала не только защиту вот своего двигателя, но и защиту вот всего того, что сейчас так пугает. То есть это и солнечные вспышки, и нафигное излучение, и все остальное. Это единственный, наверное, пока в истории 15 проект, где вопрос был не в том, как экономить массу, а в том, как ее использовать. У меня есть маленький комментарий к комментарию, с вашего позволения. Естественно, и докладчик, и я абсолютно не отрицаем возможность того, что Ефремов, то, что он гениален, как бы, наверное, в зале никто с этим спорить не будет, что Ефремов мог на практике заглянуть случайно или не случайно в прошлое или в будущее и, как бы сказать, увиданную картинку как-то визуализировать в своем романе. Это вполне нормально, и тем более, что на практике для писателей это очень часто встречаемый такой вот сюжет их работы, их профессии. Но я обращаю внимание на то, что объяснять это как бы всем известным эффектом, я специально это ставлю в кавычки, в этом зале, наверное, никто не возразит, что этот эффект есть. С этим я и не спорю. Но объяснять этим эффектом данный случай, на мой взгляд, не очень правильно, потому что в теории, наверное, с этим можно согласиться. А вот на практике, к сожалению, этот эффект, безусловно, существующий, до сих пор еще не поставлен, условно говоря, на какие-то технологические рельсы. То есть по желанию человека вызвать в нужный момент нужное видение, к сожалению, либо никому не удается, либо это бывает чрезвычайно редко. Может быть, у гениев это случается. Если кто-то из присутствующих, вы сами, или ваши знакомые, или еще кто бы то ни было, вот как вы говорите, легко может заглянуть в информационное поле, или неважно куда, но вот считать информацию, пожалуйста, давайте попробуем это. Мы, к сожалению, для теоретиков имеем примеры подобные на практике. Нам постоянно присылают люди совершенно разные. Есть люди, которые называют себя экстрасенсами. Есть люди, которые искренне не понимают, что за видение их посетило однажды во время сна, и хотят с этим поделиться. Но чаще всего, к сожалению, мы не можем разобраться, о чем, собственно говоря, идет речь. То есть люди присылают там какие-то картинки, визуализировать их чрезвычайно сложно, и только в редчайших-редчайших случаях можно провести какие-то аналогии и задним числом сказать, ну вот человек X, наверное, во сне видел реальные события. Вот, к счастью, один из журналистов видел извержение на Крокотау, это было доказано. По крайней мере, ну, общепринято. Что касается считывания информации относительно секретных проектов, такие случаи положительные, ну, удачные, точнее, положительные, понятно, смотря для какой стороны. Удачные случаи были, но либо их немного, либо мы обо всех не знаем, они глубоко засекречены, либо КПД чрезвычайно маленький. Последний пример приведу в качестве иллюстрации КПД. Там, десятки самых проверенных экстрасенсов в Америке, был такой проект, занимались считыванием, там, советских секретных программ. И очень мало, что полезного они сообщили, но один из них вот сообщил, что видит строительство какой-то гигантской пирамиды в Советском Союзе. Ну, выглядело это как бред, зачем Советскому Союзу пирамиды, в общем, отсталые технологии, архаичные, там, древнеегипетские какие-то копии. Но потом, по другим каналам, им пришла информация, что действительно строят установки ПРО, радиолокационные установки, которые по форме напоминают пирамиды. Но, еще раз говорю, это между сообщением экстрасенса и сообщением, и реальным сообщением, должна была быть какая-то промежуточная аналитическая работа. Сам экстрасенс не мог объективно оценить, что это такое, вообще, с чем это едят. Появление, но обещать его не было. Да, к чему я говорю, подходя к гению Ефремова, я могу допустить, это вполне нормально, что Ефремов там во сне или там в каком-то измененном состоянии сознания увидел некий старт вот такой ракеты. Но объяснить это, а он достаточно грамотно это объяснил в своей книге, я думаю, сам вот такой случайный очевидец такого ведения чаще всего не в состоянии. Поэтому, вероятно, все-таки здесь другой был пример. И, в заключение, если кто-то, как он считает, считал или видел информацию современную, пожалуйста, обращайтесь, давайте подумаем вместе. Но, сразу говорю, мы не те люди, которые сразу безоговорочно верят в любую информацию и готовы верить это. Мы готовы это рассматривать критически и вполне лояльно. Мы рады были бы, если бы у нас был источник информации, который надежно бы нам сообщал о событиях хотя бы там на другом континенте. Спасибо.